Так, ребята, всем привет! Вчера я ныла в сторис по поводу того, что у меня прыщи и то, что дерматолог мне не помог. Знаете что? Я снова здесь. Пришла опять помазать свои прыщи. Обожаю. Просто ритуал моей жизни. Правда, не знаю уже чем. И знаете, я не отчаиваюсь. Я хочу снять такую мотивашку для вас и для себя в сторис. Знаете, не важно, сколько у вас прыщей, как долго у вас эти прыщи, вообще не важно, какие у вас проблемы, вы найдете решение своих проблем. И я верю, что я найду кого угодно, кто вылечит мои прыщи. Это будет какой-то врач, это будет какой-то кто угодно, не знаю, Дед Мороз, гомеопат. Я верю, я в себя верю. Я найду того, кто разберется с моим здоровьем, с моим, решить мою проблему. Мне кажется, что когда в следующий раз, если вдруг я приду к, хотела сказать, ветеринару, мне кажется, что даже ветеринар мне может больше помочь, чем дерматолог. Я не хочу обижать дерматологов, но просто все, мне кажется, штук пять дерматологов в жизни, если не больше, которым я обращалась, они все мне всегда говорили, ну мазь, ну мазь, ну все, мазь. Блин, фигня вообще делов, тебе просто мазь поможет. Мне кажется, в следующий раз, когда я пойду к врачу, я пойду с ножом и с ружьем. Скажу, ты кто такая или такой? Если ты мне сейчас не назначишь то, что вылечит меня, я найду тебя, твою семью, твою собаку. Мне плевать. Я просто не понимаю, что непонятного. У меня врач тогда, знаете, что сказал? Ну помашь две недели. Если, типа, лучше станет, то кайф. Если нет, то приходи. Я думаю, я же, конечно... Шарлатаны вонючие. Короче, что хочу сказать. Сейчас я вам покажу то, что я скрываю, то, что я замазываю каждый день. Ну ладно, не каждый день у меня. Наверное, вот вчера, позавчера вот такая жесть прям вылезла. А так, в принципе, было как на лбу. Ну на лбу у меня как бы... Ну как, короче, лоб у меня тоже весь в этих закрытых комедонах, или как это называется. Но их хотя бы так жестко не видно, знаете, как вот болячки, короче, внизу. Поэтому сейчас будут комменты, типа, фу, блядь. Ладно. Все. Самая жесть вот здесь и вот здесь. Ну, это как бы тоже, но по сути это просто, типа, как следы, которые можно замазать. А вот это, и вот это. Ай, я не могу просто. Выпи стакан сёка. Моё утро. Без комментариев. Мне очень грустно, но я показываю вам всё так, как есть. Я себя успокаиваю тем, что у знаменитостей тоже куча прыщей. У знаменитостей, типа, не знаю, Кэндл Дженнер, Ким Кардашьян, они вообще прыщавые. Поэтому у всех знаменитостей должны быть прыщей. Я, на самом деле, нашла клинику, точнее, как нашла, мне скинули её в директ. Она находится в Москве, на Ленинском, по-моему, проспекте. Ну, короче, мне очень туда далеко ехать. Но суть не в этом. Там просто какие-то нереальные работы, ну, как сказать, работы, результаты людей, у которых намного хуже, намного всё запущеннее, чем у меня. Сейчас даже прикреплю, типа, до и после. И, знаете, когда я смотрю такие штуки, я вдохновляюсь, как бы жёстко это не звучало, но я думаю, что раз такую жесть можно вылечить, то, ну, блин, у меня вообще, наверное, всё будет легко и быстро, потому что у меня не настолько жесть, но, как бы, всё равно отстой вонючий. Так что сейчас я буду смотреть пацанок, а вы будете смотреть, как я из-за вот этого превращаюсь во что-то более приличное. Я не хочу расстраиваться из-за прыщей, потому что, ну, как бы, так уж вышло, что это часть моей жизни, я с этим борюсь. И кто-то может подумать, что я с этим не борюсь. Кто-то, наверное, опять напишет, пей больше воды и, ну, как бы, не ешь чипсы. Вот. Я, как бы, просто почему я говорю, что я всё это игнорирую? Потому что я в это не верю. Люди, которые жрут чипсы, там тоже кто-то не пьёт воду, скажем так, как я, у них чистая кожа. Ну, типа, я не думаю, что дело в этом, понимаете? Вот, короче, всё просто. Пока врач мне реально не скажет, типа, блин, вы, наверное, вообще не пьёте воду и вам нельзя вот это. Типа, вот если он мне так скажет, я попробую, так сделаю. Я не хочу отказывать себе, там, в чём-то, не зная, что мне это поможет. Потому что, знаете, мне уже столько всего говорили, типа, попробую это, попробую то, а в итоге-то чё? Да ничего. Просто, когда мне кто-то говорит, что, а, ну, это из-за того, что у тебя вот сейчас, я, как бы, сразу вспоминаю всю свою жизнь и понимаю, что... Ну, типа, а тогда я так не делала, например, тогда я Айкос не курила, и, как бы, всё было то же самое. Поэтому я, ну, как бы, в это не верю. Просто если бы реально что-то в моей жизни изменилось, я бы что-то начала делать по-другому, и у меня вылезли бы прыщи, а до этого их не было, тогда, да, логично подумать, что дело в этом. А по поводу чипсов я их вообще почти не ем. Ну, типа, вы такие думаете, почти, всё равно что, ешь. Да, блин, ребят, я, честно, я даже не помню, когда я чипсы в последний раз ела, если вам это интересно. Да, я могу съесть Макдональдс, но это тоже, как бы, не каждый день. Я думаю, что дело даже не только в Макдональдсе, скорее всего, может, у меня какая-нибудь непереносимость чего-то, какой-то еды, может быть, я не знаю, мясо, не дай бог. Я даже не знаю, может, лучше жить с прыщами, чем есть мясо. Знаете, прорвёмся, знаете, вот реально. Вот, я показываю вам свои прыщи, хотя я очень такое не люблю, мне очень это, как бы, неприятно, потому что, ну, мне не хочется быть такой, мне не хочется помнить себя такой. То есть, мне не хочется, чтобы как-то в интернете где-то были какие-то видео, где я с прыщами, потому что, когда я их вылечу, я это сделаю обязательно. Я к этому приду в какой-то прекрасный день, я не хочу вообще помнить о том, что у меня когда-то были прыщи. Вот. И, ну, блин, ну, не знаю. Короче, сразу заранее спасибо всем, кто предлагает какие-то варианты лечения, какие-то мази, штучки в комментариях. Я вам очень за это благодарна, реально. Но я просто уже боюсь что-то пробовать, в очередной раз расстраиваться, что мне ничего не помогает, потому что всё равно это какое-то должно быть комплексное лечение и таблетки какие-то, наверное, я не знаю что. А ещё мне нужно будет делать лазерную шлифовку, и я этого пипец как не хочу, точнее, мне это нужно обязательно будет сделать, потому что у меня кожа уже не очень из-за такого долгого момента моей жизни с прыщами. А это же не только, как бы, первый годик, понимаете? Ай. Поэтому придётся делать лазерную шлифовку, чтобы кожа выглядела хорошо, и у меня, наверное, будут пипец какие-то корочки на лице, я этого очень боюсь, потому что то, что я видела в интернете, это выглядит жутко. Но, типа, вроде за 7 дней всё проходит, поэтому... Что поделаешь? Так что вот, и вот так каждый мой день, как бы, ну, начинается и проходит. И, блин, не знаю, обидно просто. Бывают, конечно, моменты, когда у меня мало прыщей, и, ну, они не жёсткие какие-то, и вообще можно просто точечно один замазать какой-то красненький, и всё, и пошёл гулять. Но это, как бы, редко бывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, ребята, рассказываю вам сегодняшний свой муд. Я выставила видос и спалила там свой номер так тупо. И знаете, что больше всего меня поражает? То, что мне начали люди звонить. Реально звонят, причём самое интересное, никто ничего не говорит. Я сначала просто не поняла, я не знала, что я спалила свой номер во влоге. Я его уже перезалила, всё в порядке, но просто, знаете, так неприятно. Хотя, казалось бы, наоборот, я должна добыть, типа, ау, я такая звезда. Спалила номер, и все ломанулись мне звонить. Но просто это так странно. Зачем звонить? Ну вот что вы мне скажете? Что я вам скажу? Типа, что, мы будем сидеть, болтать три часа, что ли, вместе? Ну, короче, это очень странно. Я сидела, красилась, открыла влог, сижу, крашусь, и мне постоянно кто-то звонит. Я думаю, да что ж такое, да что ж такое? Я поднимаю трубку, говорю, алё, и бросают. То есть, реально, самое удивительное, что никто даже ничего не говорит. Типа, алё, привет, типа, Юль, там, это ты? Ну, что-то такое, знаете, даже никто ничего такого не говорит. Просто берут, бросают. И это так странно, это ещё больше даже странно. Короче, просто надеюсь, что нормальные и адекватные люди не будут хотя бы распространять мой номер. Стиль моей жизни. Пытаюсь всегда скрывать номера машины, чтобы никто не спалил, типа, мой номер телефона. Потом беру, сама его выставляю. Со мной такое редко бывает. И самое обидное, наверное, то, что в этот видос успела посмотреть где-то 16 тысяч человек. И, понятное дело, что они уже не будут смотреть заново второй раз этот влог. И получается, что будет меньше просмотров. Для меня, конечно же, это важно. Ну, типа, когда видео хорошо собирает, я радуюсь. Когда мало, я думаю, ну, блин, ну, ладно. Так, мне нужно сделать сториз о том, что у меня вышел влог. Второй раз за день. Один и тот же. Короче, сейчас за мной заедет Карина. У нас с ней будет интересная дорога. Мы с ней заедем к её тёте. Купим чанах. Мне тоже домой нужен лаваш. Ещё зайдём в обычный продуктовый, чтобы что-то купить. И поедем к ней домой. В квартиру, в которой они сейчас с Оском живут. Они её снимают. Вот. И, короче, поедем туда. Оск сегодня уехал тусить. Поэтому Карина позвала меня. Ну, как-то не тусить. У него день рождения был. И, короче, он отмечает днюху с друзьями. Мальчишками. Поэтому Карина позвала меня, чтобы я, во-первых, к ней в гости пришла, посмотрела, как там чё, чтобы мы поселили, поболтали. Чё-нибудь поснимали. А ещё я записалась в клинику. Оплатила предоплату. Двадцать восьмого поеду. Буду заново сидеть, рассказывать свой жизненный путь. Почему у меня прыщи. Блин, я смотрю, вдруг у меня уши разные. Как понять? Буду заново врачу рассказывать, почему у меня прыщи, когда они появились. Ну, почему, я не знаю, но когда знаю. Буду, короче, всё это рассказывать. Не знаю, что мне скажут, но у меня прям очень большие надежды на эту клинику. Потому что вот эти вот фотки до и после, то, что я видела у людей, это прям очень вдохновляет и обнадёживает, знаете. Поэтому надеюсь, что всё получится. Ехать, правда, очень далеко. Но, надеюсь, оно того стоит. Вот так мило, что люди пишут. Поставил лайк на видео, которое вышло два часа назад, и на это поставлю. Так что вот, будем сегодня с Кариной болтать, что-то обсуждать. Посмотрим, как она живёт. Я не буду показывать полностью всю её квартиру, где она сейчас живёт с мужем. Потому что она тоже снимает влог, и мне не хочется как бы её хлеб забирать. Чтобы вы посмотрели полностью всё интересненькое у неё видео. А я покажу только какую-то часть, которую она мне, ну, не то что разрешит, но скажет, да, да, вообще показывай, пофиг. Так, мы уже у Карины и Оске дома. Ну, мне очень понравилась квартира вот эта. Спасибо, она очень приятная. Хороший у нас выбор был. Не, реально, тут очень уютненько, миленько. Жду рум-тур. Да, я всё это сделаю, когда всё стоят. Потому что у нас, в самом деле, много мелочей таких, типа, знаешь, а вот как я хочу, чтобы у меня всё здесь хранилось. Ну да, понятно. Поэтому дело, что так вот стоит у полотенца, как-то непонятно. Короче, я люблю, когда везде идеально. Ну, понятно, что ты пока ещё не разобралась, где чё лежать должно. Ну, столько у нас здесь нет, кстати. Короче, всё круто, только жутко пахнет цветами. Их настолько много, что они уже просто кисляком начинают пахнуть, реально. Да, начинают тухнуть, и лесенка там, наверное, уже будет. Блин, это самое ужасное. Люблю цветы, но ненавижу их выкидывать. Да. Короче, заехали. Поэтому на свадьбу реальную попрошу, чтобы никто мне не дарил цветы. Да, дарите сразу деньги, которые планировали на цветы потратить, и просто деньги. Не, ну просто я знаю, ну, примерно цены цветам, да, вот этот букет, ну, он дорогой. Да, тысячи семь-восемь, наверное, точно. Это же вот эти бухнетовые розы. Ну да. И мне просто дико приятно их получать, но, с другой стороны, дико ужасно их выкидывать. И я постаралась, знаешь, отбить деньги всех своих родных, там, друзей, в том плане, что я хотя бы поснимала с ними контент. С цветами. Хотя что-то типа такое. Ну да. Ну, не жалко теперь мне стало. Ну, в целом, конечно, цветы прекрасны, но вот один праздник такой цветочный, другой я реально в приглашении буду писать, что, пожалуйста, можно без цветов, хотя в любом случае кто-то их принесет. Ну хорошо, те, кто приносят цветы, просто делайте вид, что это чисто просто бонус вы решили добавить. Ну типа... А, нет, это уже другое. Ну да. Такая тут у них фотокарточка красивая. Не очень красивая. Ты бы хоть где отметила, что я вас фотографировала? Нигде. Спасибо, подружки, за то, что сделала нам фотографии. Хоть разочек где-то. Всем спасибо. Спасибо, что стихи читали. Спасибо, что приехали. Блин, я такая плохая. Нафиг с тобой. Ну давай в твоем влоге скажу тебе спасибо. Угу. А Юля потрясающий человек, она сделала 1300 фотографий нам в этот прекрасный день. Я думала, 5000. Я столько фоткала. Нет, к сожалению, нет. И на самом деле в последний момент я просто решила отменить фотографа, потому что... Я уже рассказывала, что, да, типа ты решила так сделать, чтобы я точно зашла. И это тоже. Ну не только поэтому я ее отменила. Я ее еще отменяла, потому что был дождь, она творческий, типа фотограф, а не просто, типа, посмотрите. Ну, я сейчас сфоткаю родственников всех там. Да, да, да. И я подумала, что у меня есть камера, почему бы не запрячь мою подруженку? Но я могу сказать, что я тебя отблагодарю. Во-первых, у меня для тебя есть подарок. Подожди, я поменяю зарядку, и ты мне дашь подарок. А во-вторых, я просто всегда готова фоткать тебя, и если у тебя будет свадьба, если ты захочешь снимать фотографа, я буду в твоих руках. Ладно, где мой подарок? Это маленькая, милая приятность, как я Юля сказала, мне когда. Тут одна маленькая твоя. Ты увидела? Да. Я когда посмотрела на себе, я подумала, что так у тебя разбилось. Нифига ты, милая. Я думала, это что-то, типа, знаешь, из каких-то там рассылок, и ты такая, вот, типа, возьми этот крем, я им не пользуюсь. А это так мило, это даже милее. Конечно. Ого. Вот такие-то у тебя дома. Подружка. Спасибо, это реально очень мило. Это называется подарок, когда замечаешь, что у подружки у тебя не понадобится. Да, такая внимательная. Да. Вот такие стаканчики. Я когда себе заказывала, я сразу поняла, что мне надо заказывать больше. Блин, ты представляешь, я их просто не могла найти. А их ты нашла. Они там всегда, я думаю. Спасибо большое. Я рада, очень, реально. А то ты пьешь из Макдональдса кофе. Я вообще... А то надо пить соки, колы всякие. Да, ты права. Вот такие кузатые. Они тоже прикольные, но они мне, если честно, больше с чаем ассоциируются. Ну да. У них вот здесь пошире, как будто реально прям для чая. В общем, приехала я к Карине не просто так. Мы будем ужинать что-то, да? Курочку Карина пожарит. И будем сплетничать, обсуждать ее взрослую жизнь. Так круто. Ничего не изменилось, кстати. Да, конечно. У тебя столько всего изменилось, что ты расскажешь. Сказки мне. Изменилось, знаешь, в плане того, что я теперь живу по-другому. Но с точки зрения того... Отношений? Ну все равно, наверное. Может быть, теплее? Изменилось, но не изменилось вместе. Я не знаю, как это объяснить. Ну как будто бы я все еще могу поехать к маме, там остаться. Я могу все еще поехать на дачу в какой-то момент. То есть я не привязана узами брака, грубо говоря. Не, ну понятно, что ты же не это самое. Это как бы просто вы... Да, мне почему-то казалось, что типа все, раз жена, значит я должна вот... Ну типа улыбнись вместе. Сейчас что-то я подумала, я и в Болгарию поеду летом. Одна, наверное, узко не захочет туда ехать. И всякие такие вещи. Я понимаю, что я так же с семьей все еще, как и сейчас. Ну мне кажется, что свадьба это немножко о другом. Это как бы твоя жизнь не должна поменяться кардинально. Да. То есть, грубо говоря, у вас вы, ну, во-первых, начали жить вместе. Мне кажется, это единственное самое большое изменение. Ну просто как бы приятный момент, что вы теперь официально, ну как бы в документах у вас там ячейка общества. То есть вы зарегистрированы, ну как это назвать. То есть не просто типа мутите, знаешь, встречаетесь. Ну как бы муж с жена. Это уже как бы статус другой. В любом случае отношение другое друг к другу, наверное. Ну как бы может сильно не меняется, но все равно тепло осознавать, что у тебя есть муж. Что ты жена. Ну как-то так. А так, по сути, это же не значит, что ты теперь должна ездить в поездки только там с мужем. Или там не приходить к маме. Поэтому, ну, круто, короче, ребят. Очень круто. Вон оно. Коробочки. Сейчас Юля будет меня учить рис готовить. Нольц. Тут. Кстати, очень крутые. Стучки? Ножи, да. А, ножи? Да. Боишься? Угу. Короче, разогреваем сковороду. Кастрюлю нашу. Возьмем вот такой кусочек сливочного масла. Давай, давай, возьмем. Можно не сильно. Да, не сильно, потому что у меня еще рис готовить. Так, да, скорее, быстрее. Нам нужно было это сделать сначала. А тут? Нормально вроде. Не, ну все равно будет. Так. Ну, вариантов нет, промываешь, как есть. Блин. Надо было греть. Много падает, да? Не знаю. Да не, нормально. Да не, не сильно падает. Так, наше масло здесь топится. Ммм, запах отличный. Получается, мы топим кусочек масла. Потом туда забрасываем промытый рис. Вот, и нам сразу нужно подготовить. Сюда можно кипяток наливать? Да. Стакан. На один стакан риса мы берем где-то полтора, ну, может быть, даже побольше стакана воды. Закроешь? Так, давай скорее, у нас тут уже все. Мы знаем эту песню. Да, давай. И что-нибудь нам надо, чем мы будем мешать? Вторая. Что ж, что поделаешь? Так, вторая, но здесь нету. А, подожди, что это за сушки? А. Что за плейлист она сделала? Ладно, пофиг. Да. Вер. Нам это очень надо. Ладно. Давай я. Погладим рис. Ты можешь посильнее включить. На семерку, может быть, чтобы он такой прям жарился. Короче, типа поджариваем рисочек, чтобы он такой стал хрустящий. Брат, я в сроке с тебя. Нет, у меня есть такая штука, просто я не дала тебе, чтобы подписчики не писали, что я царапаю кастрюлю. Она у меня железная. А-а-а. А-а-а, мне нужно в Икеа силиконовую взять. Ну, мне нравится. Я скупила. А зачем тогда их делают, вот, если они царапают? Ну, не знаю. Я не знаю, кто что царапает. Ну, будем царапать. Какая разница? Это же ваша посуда. Ну, да. Не ваша. Они не царапают. Просто мне пишут, реально я выставлю что-нибудь в сториз. Как ты можешь так по сковородке? А-а-а. Милкой. Пошли на пик. А могу. Не знаю. А что нет-то? Если такие продаются, значит, это кому-то нужно. Да, не обязательно сильно, можно просто его как-то мешать. Вместе давай, как подружка. Угу. Так, ты горицей занимайся. А-а-а. Хорошее дело мне дал. Я не знаю почему, но у меня каждый рис, каждый раз рис получается. Получается? По этому рецепту реально каждый раз получается. Я люблю более сухой такой, не рассыпчатый. Угу. Да. Ну, рассыпчатый ты имеешь в виду. Слава не рассыпчатый. Так, вот он у нас немножко подгорает. Ты не допускаешь его подгорать. Да. Заливаем. Кукинг получился. Угу. И еще одно. И плотно прижимаем крышкой. Кстати, следующие кастрюли возьмите с прозрачной крышкой. Это очень удобно, когда ты видишь, что там происходит. Ммм. А мне просто мама, это приданное от бабушки, мама подарила. А так да, это удобно, реально. У меня такая вот кастрюль как раз с прозрачной крышкой, и я через нее вижу, если там поднимается что-то, знаешь. Ух ты. Ух ты. А здесь он показывает, насколько градусов разогрелось, походу. А я все равно не понимаю в градусах. Мне нужно видеть. Да. Ну, что, будем иногда приоткрывать, чтобы глянуть. Хотя написано было в интернетах, что ни в коем случае не делайте этого. Мы не послушные девочки. Мы не послушные, что пишут в интернет. Ну и вот, теперь можно лежать и ничего не делать. Ладно, буду делать салат. Рис посолила? Да, посолила. Что-то возрастная вечеринка у нас для старушек. Одна уж замужевая старуха. По ощущениям, именно, знаешь, меня в этой жизни, вот что я, наверное, имела в виду, как я тебе говорила, ничего не изменилось. То есть я ощущаю себя такой же Кариной, как я всегда была. Потому что я теперь жена. Ну да, это нормально. Ну я думала, у меня в мир привернется. Все так думали. Открываешь, что-то вина есть? Конечно. У меня даже больше есть. Знаешь, что мы подарили? Аксоматическое? Почему? Набор целый для вина. Сейчас я покажу. Обзор сделаем. Давай. На твой ченнел. Вау, острые ножи, это просто восторг. На самом деле, ножи, это, знаешь, не такая дорогая фигня в твоей жизни, ну, всю жизнь у человека. Да. И людям всегда лень новые покупать. Да. Это так важно. Я кайфую каждый раз, когда я режу муцы или что-то. Реально. Ты в духовке делать или жарить? Жарить буду. Как стейки. Ммм. Тебе нравится. Ну, мне вообще нравится, когда ты курочку делаешь. Я вот по-другому вообще делаю. Ну, ее можно в сотнях способах делать. Ну, да. Разные ста, разные маринады. Я люблю очень перца много добавлять. Для меня это самое главное. Красные обязательно, вот это чили, приправа. Да? Ты ее всегда делаешь? Да. Ничего себе. Она не добавляет очень сильной острости. Она цвета добавляет, корочка такая появляется сразу приятненькая. Вот это тоже перец обязательно. Я вообще все перцы делала сейчас. Я просто обычно курочку такую жарю в панировке. Ну, да, так тоже норм. Просто вкусно совсем другая. Ну, вообще по-другому получается, да. Она получается такой часак простяшки. Это какое место жилье по... Интересный вопрос. По которому ты жила. Именно то, что я помню? Да. Или то, что реальность? В смысле? А, ну, отвечает не сильно. Ну, я же первые пять лет своей жизни не помню. Я помню... Ну, в Москве. В Москве раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Это седьмая. Сидеть. Я просто тоже недавно считала. Ну, я... Сколько у тебя? Я-то знаю, где я первые пять лет жизни была. Не, я тоже знаю. Ну, если считать октаву еще, то... Я думаю, что восьмая квартира. Восьмая или девятая. Ну, мы сначала в съемных много жили, мама рассказывала. Так и получается. А у тебя? У меня, считай... До пяти лет пока родители не развелись, одна квартира. Потом где-то пару лет у бабушки жили, два. Потом место, где мы жили, где мы с тобой познакомились, это три. Четыре, где сейчас живут родители мои. И пять, где сейчас живу я. Да, то есть не очень много, на самом деле. У меня больше. Ну, да. Получается, ты не из Москвы... Ты вообще... Твои родители не из Москвы, получается, да? Все верно. Блин, шок. Да? Да нет. Ну, вообще шок, да. У меня такое ощущение, что мы коренные москвичи. Что я здесь, ну, практически родилась. Не родилась, но сразу переехала. Ой, я забыла, что не надо открывать. Ну, я бы попал... Не-не, ничего, можно открывать. Интересно, а что считается коренной москвичкой? Если ты родилась в Москве, или просто если ты с детства живешь, это можно считать, наверное, нет? Еще нет. Вообще, коренной москвич, мне кажется, это когда твои родители... Пять это очень много, поставь четыре. Лучше три даже. Пусть он просто впитывается медленнее будет делаться, но зато точно сделается. А, нет, нет. Так, что за вопрос был? Просто интересно, неужели ты не можешь считать... считаться москвичкой? Нет, ты, наверное, считаешь, что москвичкой у тебя московская... Я считаю себя. А считают ли меня правила? Не знаю. Я бы выживала возле трассы... Господи, ты видела? Это Собчак, прикол. Я тебе скинула в Инстаграм. Я увидела, но поздно. Это такой угар, посмотри. Там с монеточкой что-то? Да, она поет, только слова поменяла. Это вообще такой угар. Посмотри сейчас. Это реально угар. Если бы мне платили каждый раз, когда Соловьев что-то там опять нам врет. Это прям ее голосом? Да. Она сама, что ли, спела? Да. Если бы мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет. А, это она поет. Да, она. Если бы мне платили каждый раз, когда Соловьев нам вновь в эфире врет. Если бы слабая ГТРК и построила бы крабовый завод. У нее неплохой голос. Блин, ну что, монеточку сложно петь, что ли, если сейчас? У нее уникальный голос. О, боже. Ну, у нее такой... Что такое? Понимаешь, я не могу так сказать. Ну, не то, что уникальный прям таких нет в жизни, но я имею в виду, что не все так могут петь. Ну, хорошо. А те, у кого очень там низкий голос, скажем так, может быть, им будет тяжело так спеть. Но, блин, мне кажется, это... Нет, я ничего не говорю. Я думаю, что монеточка больше ценится за свои стихи, чем за какой-то выдающийся голос, мне так кажется. Ну, блин, я могу, конечно, ошибаться. Я в этом деле не профессионал, но я не слышу ничего такого, что типа... Знаешь, мне кажется, что это, по сути, может любой человек петь без какого-то супермузыкального образования. Я не могу сказать так. Мне нравится только эта песня. Мне тоже нравится только эта песня. И как бы, ну, я могу быть не права. Ну, как бы, понятно, что у всех свое видение, понимание, но для меня там нет ничего сверх нереального. И сверх, честно говоря, уникального тоже нет. Как тут девушка, сказал, ты шлепаешь, так бросаешь, что ты боишься. Видела этот прикол? Видео какое-то, типа, как жарю я, типа, чувак в кастрюлю что-то забрасывает издалека. Да, и как жарит, типа, моя мама. Да, да. Подходит к кастрюлю, руку такая кладет и как... Типа, и просто раскладывает все руками. Стрёмно, да. Нифига, чё с луком, почему он такой сок выпускает? Может, он очень качественный? Сочный? Не знаю. Вы видите? У-у-у! Можно попробовать его опять в чипсалат добавлять. Мне кажется, он нормальный. Выглядит он нормальным, просто я такое перо вижу. Карина мне показывает набор для вина, который им подарили. Я ещё немножко, этот, грязная. Тут, короче, штука, чтобы наливать, удобнее. Ого! Да, потом штука, которую как пробка такая временная. Не знаю, зачем с этой штуки. Вот это прикольно. Не знаю, для чего, но мне нравится. Для шампанского, наверное. Не. А, это же для вина. Нет, тут, может быть, и для шампанского что-то. Ну, это же, типа, знаешь, в шампанского как раз, по-моему, такие крышки, которые тяжело выходят. Ого! Это выкачивает пробку! Тебе такое надо, да? Мне надо. Ребята! Так, вот наш шикарнейший стол. Рис, курочка, белое вино, сухое, красное, полусладкое. Салатик. Как всегда, сыр чанах. И лаваш. Ммм, волшебство. Хогвартс. Короче, мы с Кариной обсуждаем. Имена. Да. Для детей. И я рассказываю Карине, но она это и так, правда, знает, как хотели назвать меня в детстве. Феррида. Феррида? Даже Феррида, по-моему. Феррида Галетильзе. Маму моего дедушки звали Феррида. И дедушка хотел, чтобы меня назвали в честь его мамы. Но моя мама как бы сказала, что м-м. Потом, дедушка, если я не ошибаюсь, либо потом, либо еще потом-потом, меня хотели назвать Этери. Дедушка хотел, мама все это время была м-м. Потом меня хотели назвать в честь моей бабушки Надей. Мама тоже сказала м-м-м, потому что моя мама, ей, мне кажется, и снилась. И вот кто-то к ней не приходил там, я не знаю, какой-нибудь ангел. Сыгиня Юля. Короче, да. Моя мама хотела назвать меня Юля. Короче, ребят, напишите в комментах, как вас зовут. У меня есть родственник. Это двоюродный брат моей бабушки. Он назвал трех своих дочерей. Вера, Надежда и Любовь. И знаешь, как он назвал сына? Нет, но у меня есть Карен. Чисто Вера, Надежда, Любовь и Карен. Не нашлось имени. А вы знаете такую тему, что, ну, кто-то говорит, что лучше не называть своих детей, типа Вера, Надежда, Любовь, потому что это имена мучениц. Понятно. Помнишь наш с тобой диалог про Бога? Мне пофиг, короче. Не, ну я просто слышала такую тему. Нет, я так не буду называть детей своих. У меня есть в голове два имени женских. Хочу-хочу. Да, я тут Карине просто рассказываю, что, типа, имя для ребенка это на самом деле очень важно. И, честно, я не представляю свою жизнь, если бы меня звали как-то по-другому, грузинским, например, именем. Этерия очень красива. Ну, Карине нравится Этерия, да, это, ну, как бы красиво. Тебе бы подошло больше даже, чем Юля. Чё? Давай я теперь тебя буду называть Этерией. Пошла ты. Нет, я реально не представляю свою жизнь под другим именем. Я спокойно могу представить... Конечно, да, все, я тоже. Ну, представь из меня Аташу. А, подожди, а тебя хотели Кристиной назвать? Ну, не то, что хотели, был разговор, типа, да. Болтаем уже обо всяком, о... 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 о всем, обо всем. Молодец, русский язык 5. Так что вот, напишите в комментах, как вас зовут, будет очень интересно почитать и посмотреть. И вообще предлагайте какие-то свои варианты, какие имена вам нравятся. Можете даже написать такой коммент, типа, меня зовут вот так-то, но я бы мечтала иметь имя вот это. Но мне кажется, что вообще интересно, есть ли люди, которые недовольны своим именем. Вот я просто думала, вот если бы меня назвали как-то по-другому, было бы у меня такое, что, типа, блин, ну почему меня зовут вот так? И, типа, было бы... Есть же у людей, у некоторых, желание поменять имя в паспорте. Есть такие люди, реально. У меня такого нет, и за это я очень часто благодарю свою маму, потому что я знаю, что было очень-очень много, ну, вы слышали, вариантов, как меня назвать. И, ну, как бы там даже ссоры были вообще, разборки питерские насчёт того, что меня должны звать по-другому. Но, слава богу, что... Я вообще ненавижу, когда в честь кого-то называют. Мне кажется, это так тупо. С одной стороны, я не знаю, может, я это где-то говорила уже, но у меня есть бабушка, вы знаете, которая не стала года три назад. И сын моей бабушки, мой дядя, родной, папин брат, да, Сурен, он назвал свою дочь Элдой в честь бабушки. И, с одной стороны, это очень странно, но мне так не нравится, да, но когда я смотрю на неё и думаю, что эта маленькая Элдочка растёт, типа, это очень мило. То есть я понимаю, почему так делают. Мне всё равно кажется, что судьбы разные должны быть в виде имена, разные. Зачем из поколения в поколение одними именами жонглировать? Это в честь того, это в честь того. Мне кажется, это нелогично. Я бы не хотела, чтобы в мою честь кого-то называли, чтобы я в чью-то честь кого-то называла. Вот мне нравится имя какое-то, я хочу назвать так. Я не знаю, как бы, какие у нас с Оском будут споры по поводу имени, но я думаю, что они будут. Наверняка будут. На самом деле это нормально, но, ну как, нормально, просто главное, чтобы, ну, согласиться. Просто я думаю, что очень важно понимать, во-первых, в какой стране ты собираешься жить, да. Если бы мне сказали и моей маме то, что ты будешь как бы жить в Грузии и детей рожать в Грузии, и вообще как бы всё, ты переезжаешь, то, наверное, ну, как бы Этерия, я была бы просто там богиней, ну, просто... Этерия Гагетидзе очень хорошо звучит. Да, красиво, но как бы в Москве я не хочу, у меня и так проблемы с моей фамилией, потому что её никто не подговаривает, постоянно путают, ну, как бы, зачем мне ещё проблемы с именем, мы с папой моим угорали. Как-то папа рассказывал, это вообще просто бомба, его, короче, к нему домой пришли интернет устанавливать, и записали его в договор не Гагетидзе Ростом Джамалович, а Багидзе Уштом Джамалович. Ну, короче, всё, типа, неправильно. Багидзе Уштом. Типа, не Ростом, не Ростом, а Уштом, это просто что. Вот, ну, у меня просто по жизни... у меня по жизни проблемы только с фамилией. Я вам даже вот в предыдущем влоге рассказывала, что я пришла делать доверенность, документ, как бы, у меня фамилия Гагетидзе, да, а написали Гагидзе, ну, типа, решили сократить маленько, да, одинаково звучит. У меня не было проблем, у меня только всегда на конце чего, С, либо... две проблемы. Гаспарян есть на Г, очень популярная фамилия Гаспарян, а у меня Каспаряна С, ещё С на конце, и все всегда переспрашивают по поводу первой буквы и последней, есть ли там С. Не, я свою фамилию уже рассказывала, мы с папой ржали, я говорю, то, что мне звонят, когда там что-то спрашивают, фамилия, отчество там записать. Я говорю вот так вот, Гоги-ти-дзе-юле-ро-сто-мо-п-на. Мы прям с этого ржали дико, типа, Гоги-ти-дзе-юле-ро-сто-мо-п-на. Ну, типа, знаешь, это вот настолько же за... Почу жить в Москве, в России. А мы с папой ржали, а папе надо всё говорить по слогам и своё имя. Я не хочу так, я точно буду жить в Москве, я хочу, ну, как бы, сто процентов, ну, как бы, без всяких приколдесов, чтобы у меня ребёнок не мучился. Ну, короче, да, вот про это болтаем, про имена, всякие такие моменты, что нужно бороться за имя для ребёнка, как боролась моя мама. Да, я согласна. Потому что сейчас я не представляю, как вообще... Блин, может, у меня будет... Блин, имя, на самом деле, это такая тема, это же судьба. То есть, это же, как говорят, как корабль назовёшь, так и поплывёт. Это же та же нумерология, та же астрология. Ну, типа, это очень важные моменты. Даже если ты в это не веришь, ты же прекрасно понимаешь, что звали бы меня как-то по-другому, у меня бы совершенно другая судьба сложилась. Короче, важно. Не знаю, я сказала, я вам или нет, что прошлый влог мне пришлось перезалить, из-за того, что я спалила свой номер телефона и адрес. Но на адрес мне пофиг, потому что, мне кажется, все и так знают, где я живу. И сейчас меня названивает одна девочка, пишет, зачем... Во-первых, я её кинула в час в WhatsApp, но я не знаю, на что она рассчитывала, а? Не принимайте всё близко к сердцу. Просто одно дело встретиться с вами случайно, поговорить... Встретиться случайно на улице в ТЦ, это где угодно, да это просто благодать, это счастливый момент в моей жизни. Но когда тебе звонят на телефон, ну что это такое? 40 человек в минуту. Ну это неприятно просто, это некрасиво. Просто неудобно. Когда у меня сливали номер, я сама палила его, или было такое, что я его просто запалила, вместо того, чтобы просто забить, люди начали кидать по пабликам и так далее. Мне звонили куча людей, мне писали, сделали рассылку, что, типа, ну мой номер куда-то закинули, чтобы туда каждую минуту приходила смс от разных компаний. Не, у нас... Это просто очень неудобно. Мы понимаем, что вы хотите поговорить с нами. Мы бы сами с удовольствием поговорили с вами на встречах, на каких-то случайных, просто вот, хоп, встретились, увидели. Но что касается звонков таких или смс, бывает такое, что я снимаю сториз, я разговариваю по телефону, я решаю какие-то вопросы, я пытаюсь снять что-то. И звонят каждую минуту, и ты уже ненавидишь человека, который тебе звонит. Зачем вы делаете так, чтобы мы вас ненавидели? Вот в чём вопрос. Мы не хотим вас ненавидеть, и мы вас, в принципе, не ненавидим. Просто отдельно ты когда видишь... Просто я же вам не звоню. Дело даже не в этом. Один человек позвонит, ты поговоришь с ним, подумаешь, блин, прикольно, и положишь трубку. Это ещё ладно. Но когда сливается номер, и когда звонит 100 человек в минуту, реально много людей, когда ты не можешь телефоном воспользоваться, как-то его заблокировать, или что-то вообще в нём сделать, от того, что постоянно тебе надо сбрасывать, ты уже начинаешь это ненавидеть. Ну да. И ненавидеть, типа, вот, именно людей, которые тебе звонят, потому что ты думаешь, господи, ну, увидел ты номер, ну, оставь. Ну да, блин, причём... Конечно, я понимаю, но мне не 11 тысяч человек, там, или сколько успели посмотреть это видео, звонили. Ну, как бы меньше, намного меньше, мне кажется, блин... Многие понимают это, но многие нет, всё равно. Я думаю, что многие это понимают, многие просто не заметили, а те, кто заметили, да даже те, кто заметили, просто, ну, ладно, на номер, ну, ещё теперь я буду... Ну, чё, реально, чё, чё сказать? Привет. Ну, короче, девочка пишет, типа, чё трубку не... Она мне сейчас звонит, я её заблокировала в WhatsApp, потому что, ну, я как бы всех блокировала, кто мне звонил, ну, чтобы они мне снова не названивали, я думаю, что это понятно. Вот. И заблокировала в WhatsApp, и сейчас она мне пишет в Telegram, ну, зачем в ЧАЭС кинула? Ты прекрасна. Пропущенный звонок. Чё трубку не берёшь? Я хотела тебя комплиментами закидать, подружка любимая. Это очень мило, но, блин... Тебе это не нравится, когда это в таком формате? Ну, это же некрасиво просто. Это как, вот вы будете, я не знаю, вот что угодно, вы будете сидеть, я не знаю, голая-голая, там, не знаю, в комнате у себя, я просто ворвусь вам в комнату, там, я не знаю, типа, привет, подружка любимая, ты чё? Чё ты сидишь тут голая? Ну, типа, это да, это типа некрасиво, это, ну, невоспитанность, Лея. Что такое тревожить в такой поздний час? Пол одиннадцатого. Может, я сплю, может, у меня ребёнок. Ну, ладно, понятно, что если ты знаешь, что у меня нет ребёнка, ну, блин, может, я собаку укладываю? Или больше. Ну, не знаю, не... Ну, дело не в этом, конечно. Грустите от наших. Да, не обижайтесь, я понимаю, что, типа, блин, половину людей такие, чё, у тебя номер сливался? Они вообще даже не поняли этого. Я это прекрасно понимаю, но те, кто, как бы, звонил мне, то просто поставьте себе минус в своей карме. Ну, это некрасиво. Это очень плохо. У меня, например, на мою сим-карту, да? Вот, она мне опять звонила. Ну, чем? Может, принять? Взял грампу. Ну, да. Это просто стрёмно. Ты чувствуешь себя незащищённой. Ты чувствуешь, что с твоим номером могут сделать всё, что угодно. Тебя могут начать взламывать, тебе могут всяких хакеров послать, чтобы тебе СМСки бесчисленные шли. Тебе просто это не нравится. Вот и всё. Ну, да, не делайте так. Не важно, там, мой номер или кого-то другого человека. Ну, это просто, блин, мысли вслух. Понятное дело, что мы ни на что не повлияем. Спали, что в следующий раз свой адрес, дом всё равно телефон будут звонить. Просто это мы рассказываем вам, чтобы вы узнали такую вот сторону популярности, можно так сказать, да? Как тебе, жена? Все звонят. Ну, блин, просто не знаю. Нечего говорить, реально. Тебе звонят, говорят какие-то вещи. Ты говоришь спасибо. Человеку приятно, возможно, что он лично с нами пообщался, но... А ты дальше пошёл. Тебе... Просто, блин, я гораздо больше ценю, если человек просто отметил меня в истории. Я каждый день смотрю то, что меня отмечают. Я часто, очень часто отправляю реакцию. Если вы хотите быть замеченным, просто отмечайте нас в историях каждый день. И нам приятно, и вам, как бы, какое-то внимание от нас может достаться, если вы реально его хотите. А звонить, это настолько... Ну да, просто вот девочка написала, потому что она хотела комплиментами. О, он звонит. Взять? Да, на самом деле нет. Что ты ей скажешь? Зачем звонить? Ну она... Понимаешь, она... Что она молчит? А я не знаю, что она молчит. Ну как будто бы там вообще никого нет. Может, она выключила звук, чтобы даже не было слышно ничего. Но зато она услышала его прекрасное пение. Алло. Алло. Зачем звонить и молчать? Теперь я ее точно заблокирую. Она обещала комплименты. Где комплименты? Хоть бы слово сказала. Привет, Юль, блин. Карин. Надо было голосовуху записать. Эй, где мои комплименты? Может, у нее звука нет на камере, на телефоне? Что звонить тогда? Так, ребят, я уже дома, и сейчас мне нужно разложить лаваш. Мне нужно поделить его... Короче, там пять лавашей тоненьких. Пять, типа, кусочков, листочков лавашей. И мне нужно их все разложить в разные пакетики и заморозить, чтобы он долго хранился. И, ну, прикольно, че. Поскольку лаваш я люблю есть каждый день, и, ну, каждый день ходить в магазин за лавашом это дичь какая-то. Поэтому я покупаю сразу такую, где их много, пять, и в маленькие пакетики просто по одному лепесточку складываю в морозилку, и просто где-то за 20 минут до того, как садиться кушать, достаю из морозилки. Он размораживается. Вполне себе съедобный, вкусный лаваш. Буквально только что, может, минут пять назад зашла домой от Калины. Вот, сейчас все подготовлю с мою косметикой. Смонтирую этот блок. И пойдем смотреть сериал. О, это просто какое-то вообще полотно. Вот так вот. И положу их в морозилку и буду просто по одной штучке доставать. Очень удобно. Сегодня настроение у меня уже лучше, чем вчера. И я думаю, что завтра будет еще лучше. Вот, дай бог. Так что вот. Всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Оставляйте комментарии, я все читаю. И просто всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.